СПОНСОР ПРОГРАММЫ ЗАО ФИРМА Август Мясо жесткое, яйца невкусные, ну скажем так, своеобразные. Мы что с тобой, пух и перья будем на поплавки до подушки продавать, а? Дим, слушай, я на Кубани уже давно не видела перьевые поплавки в продаже, а вот то, что можно первую прибыль месяца через три получить, тебя это не вдохновляет? Здравствуйте, вы смотрите программу «Свая ферма», Дмитрий Степанищев, Ольга Альшевская, и мы начинаем. Да, мы вновь приехали в гости к Шагобудину Ибрагимовичу, и прежде чем начать наш новый разговор, но на этот раз о утках, предлагаю познакомиться еще раз с нашим гостеприимным хозяином. Зурумов Шагобудин Ибрагимович занимается фермерством около двух лет, начиналось все как хобби и эксперимент, через год зарегистрировался как частный предприниматель. Сегодня на его ферме более семи корпусов, где он разводит в небольших количествах мясной и молочный крупный рогатый сход, птицу, страусов, фазанов, индюков и других. Занимается разведением осетровых рыб. Помогают ему в этом жена и трое детей, дочь и два сына. Помимо выращивания птицы и животных на мясо, занимается переработкой собственной продукции, производит сыр, масло, мясные полуфабрикаты. Мы находимся в станице Нововеличковской, как уже сказал Дима, будем сегодня обсуждать и говорить, выяснять, выгодно ли выращивать обычных уток. Да, и начнем, пожалуй, с главного вопроса. Вот у нас за нашими спинами водоем, да, здесь и утки, и гуси, но при создании, да, такой утиной фермы, водоем-то нужен на территории или как-то можно без него обойтись? Если для небольшого хозяйства, для дома, в принципе, хватает небольшой тазик. А если есть, возможно, там, ну, в масштабе, да, вот, конечно, там, желательно иметь большой, большой водоем. Но так как у нас в хозяйствах нету, взяли, поставили небольшой, ну, реально тазик. Чтобы они могли плескаться? Чтобы могли плескаться и все. Для уток, там, 50-60, достаточно, там, буквально метр на полтора, на два, вот так. То есть можно взять старую ванную, копать ее, и пусть плескаются? Да, да, да. Ну, это мысли мы говорим о десятке. Для 20-50 ут, наверное, будет мало все-таки ванны? Вы знаете, вот здесь для дома, к примеру, да, вот, этого вполне достаточно. Ну, если у меня нет, у меня загон всего 10 квадратов, но я не могу там позволить себе там огромный прудик. Этого хватает. Даже в таких самых условиях утки выживают, живут и неплохо даже размножаются. А по поводу загона вольера, а как его организовывать? Как курятник или как, по какому принципу? Ну, надо будет еще сверху натянуть сетку. Утки летают. А вы не подрезаете им крылья там? Ну, я этого не делаю, мне легче там взять сеткой накрыть, а так можно подрезать. А хозяюшки или хозяйки там, или хозяин, ну, забыли, не вовремя отрезали, ну, все, и улетели. Да, все, весь будущий урожай ушел в небо. Ну, мы сейчас говорим об обычных утках, не индоутках, правильно? Я говорю об индоутках и мускусные утки, вот эти самые. А что касается пекинских и так далее, вот, ну, я думаю, они до этого даже не доживают, чтобы долетать. Ну, да. Там раз в 4 месяца и взяли, залезали. А какая-то есть принципиальная разница между белыми обычными, привычными для нас утками, там, и шипунами, например? Разница существенная. Шипуны, у них мясо совершенно другое и очень вкусное. А что касается обычных, вот, белая пекинца, которая называется, вот, то там, ну, половина жира. Но ведь говорят, что и утятина, она-то популярна и полезна, именно благодаря вот этой жировой прослойке, которая есть у пиццы. Согласен. Вы скажите девушкам это. Они не едят жир. Оль, Оль. Нет, не едят. В утках жир. И любят уток, которые уже долго варить. Пожалуйста, они не едят. Поэтому именно водощипуны, ну, народ так говорят, вот, это реально хорошее, вкусное мясо. Ну, а если по выращиванию, они отличаются, например, по времени, по кормлению, по уходу? Вот эти белые самые, они, ну, быстрее вырастают, вот, быстрее вырастают, ну, и жировая прослойка у них довольно такая. Тоненькая. Да, ну, а что касается именно мускусной, вот, эти утки, то они, да, гораздо, ну, гораздо, ну, надо где-то 8 месяцев, чтобы было, чтобы уже зрелое, вкусное мясо поесть. Но у них же и вес разницу имеет. И самый мускусный тяжелее, и больше. То есть, если все-таки брать продажный момент, да, заработка. Да, мускусный лучше. Лучше и дороже, и быстрее продадите, чем жирные. Сейчас многие люди уже не хотят, ну, реально не хотят. Мы страдаем. Нормальное мясо. Мы страдаем лишним весом. Вот, поэтому они хотят кушать мясо, особенно девушки. Да, я с вами полностью согласна. Если говорить о пекинской утке, все-таки 3 месяца, да, с момента там вылупления, и 3 месяца можно выгнать ей мясо уже на рынок. Да, это так. Но я такое мясо, ну, я не отдаю предпочтения. Мне как минимум полгода, чтобы это мясо созревало. Ну, то, что там быстро сделали, быстро продали, оно так же, ну, в нем ничего такого особо полезного уже не остается. То есть он еще не успел, а утка еще не успела. Вот в чем дело. То есть получается, да, делаем небольшой водоемчик, ну, даже вкапываем ванну на 30-40 уток, этого достаточно. Да, вполне. Делаем навес а-ля курятник, чтобы они там жили, и не забываем, да, подрезать крылья. Хорошо, но вот эти 3-4 месяца, как вообще о них заботиться, чем кормить, от чего лечить? Вообще проблемные? Утки, гуси, они абсолютно беспроблемные птицы. Вот, то есть, ну, если вы первые там, ну, для уток что? Утки гуси 10 дней у них в этот критический момент. Если вы вовремя, ну, кормили, вовремя меняли настил, вовремя меняли воду, все, проблем нет. Дима просто не знает, что даже паильницы, которая стоит у маленьких утят, они в ней начинают купаться. И потом вот это все, ну, и мокрое все, нужно постоянно следить за соломой, сеной, подстилкой. Я вообще, честно говоря, надеялся, что заведя птицу, вот она живет, она сама по себе растет. То есть, за ней, как за коровой, не надо каждый день там коровник подчищать. Ну, вот, утки, нужно ли брать с уточных, например, или же в каком состоянии? Смело, их можно смело брать, потому что выживаемость у них гораздо высокая, да, чем у цыплят, курей. А с индюками сравнивать вообще нельзя, они, ну, живучие. Ну, я знаю, что раньше, допустим, моя бабушка, она марганцовки подливала в водичку. Да, так и есть, старый метод. Это как раз-таки, я тоже так же рекомендую марганцовку. Вся вода должна быть с марганцовкой. Вот, ну, чисто слегка розовая, слегка розовая. Воду поставили, все. Это и для себя, и для птицы, для всего хорошо. Ну, пока мы не продолжили разговор, предлагаю немножко окунуться в историю и узнать, а кто были первые люди, которые приручили диких уток. Одомашнивание утки происходило в разных местах и разное время. В Греции уже в пятом веке до нашей эры содержали так называемых пятнистых уток. Однако их держали под сетками, что говорит о том, что они не были полностью одомашнены. В Италии в первом веке до нашей эры советовали собирать яйца диких уток и класть их под наседку курицу, что также свидетельствует о продолжавшемся процессе одомашнивания. В Америке еще до открытия ее европейцами были одомашнены мускусные утки. В диком виде эти утки обитают сегодня в Бразилии, Боливии и Парагвае. С тех времен было выведено много пород домашних уток. Они потеряли способность к полету, у них изменилось телосложение, увеличился вес и яйценоскость. Недавно выведены породы уток, отличающиеся особенной яйценоскостью утки-хаки. Среди них попадаются особи, дающие до 300 яиц в год. Так, ну вот получается, да, можно брать суточных утят и просто подливаем воду марганцовочкой, чуть-чуть для розоватого цвета, мы получим как раз то самое необходимое профилактическое лекарство. Мне кажется, здесь не важно период, когда его брать, потому что если будет прохладненько, то подзамерзнут они. Период это конец апреля, вот до конца мая можно брать. После уже все, там уже сильная жара, вот, и птица начинает болеть, вялая. Ну и раньше тоже не стоит холодно жарить. Раньше, опять-таки, у нас ни у кого таких оборудованных, как говорится, площадок нет. Площадок нет. Вот, ну, конец апреля, начало, ну, до конца мая можно птенчиков. Это самые такие, которые выносливые. И солнце есть, и не сильно жарко, вот так вот. И птица выживает. Я думаю, что сейчас вопрос по корму. Да, естественно, потому что, ну ладно, мы им организовали эти загоны, мы им либо сделали пруд, либо вкопали ванну. А чем кормить-то? По-моему, всем. Кормим, вы знаете, всем. Если даже рядом есть прудик, то, в принципе, их кормить. Можно и не кормить. Не кормить, да. Я думал, я сейчас так пошучу, а... А это на самом деле так. Если есть прудик, то никаких проблем. Они там найдут сами. Они сами находят, но дикие же находят. Так что и эти, там, утки, то же самое. Они находят себе еду. Там уток содержать, если даже полгода держать, это практически, ну, первые, там, знаете, недельки-две вы их как-то по-особому кормите. Там покупаете уже комбинированные корма и кормите. А после уже можно, ну, чем угодно. Но все отходы из тарелок, там, все что угодно. Кидайте, они будут кушать. Ну, я просто помню, что у меня бабушка, она варила яйца, крышила их мелко, зелени добавляла и давала. И таким образом они прям такие были упругие, хорошенькие, пекинские. Если есть у них при участке яйца, этим можно кормить всех. И уток, и цыплят, и так далее. А если их нет, покупать, ну, не все решаются. Конечно, там, первые, там, 10 дней, там, это, кажется, тот момент, который надо усиленно кормить. Лук там, естественно, там, нарезать мелко, закидать. Щевелек, петрушечку. Да, 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 вот это все. Камушки же можно им тоже, да? Они сами находят. Если у нас в вольере не асфальт, не бетон, они сами находят. Мне прям нравится эта самостоятельная птица. Ну, а если все-таки, да, мы готовим какие-то корма, да, там. На индюков мы делали на основе кукурузы, да, там, замешивали. Для страусов это в основном сено и трава, и тоже там кукуруза, пшеница. Для уток, если все-таки самостоятельно чем-то вводим такой прикорм, искусственный у себя в районе дома, что давать? То же самое, если вы кукурузой будете кормить, кукуруза это вообще универсальная еда. Уточка будет такого, желтого цвета, красивого, когда, ну, сам, зарубаете. И мяско, наверное, такого же будет. Совершенно верно. Кукуруза это в такой степени уникальный такой продукт. Вот. Что у вас есть для курей? Так же зерно, так же ячмень. Не нужно так сильно дробить, как для даже курей. Кинули даже так, они так и едят. Единственное, что мне кажется, что мне не нравится в водках, это за ним нужно постоянно убирать. Они же вот что съели, там и оставили практически. Стирают, да. Есть такое. О, это так пыталось употребить за трассу. Есть такое. Ну, как же... То есть не чистоплотные птицы? Они, ну, не совсем чистоплотные. Ну, перья-то они чистят, все остальное нет. Да, 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 да. Ну, а что делать? Ну, зато вы... Она неприхотливая. Вот. Что дадите, то и едят. Причем едят все. Ну, а если говорить о яйцах, все-таки такой тоже вкус своеобразный. И по величине они там побольше. И не свежут. Да, они такого синеватого оттеночного. Да, есть такое. Есть такой минус, когда люди многие думают, что это не свежие, там, и так далее. Есть такое. Ну, опять-таки, если у вас много яиц, кто разбирается, они и так купят. А для домашней выпечки, для себя, это вообще... Ну, вот я, кстати, да, читал рекомендации, что если вот не нравится, допустим, яичница или вареное яйцо, утиное, то это действительно своеобразно. То, пожалуйста, в салаты, в выпечку, то есть... Выпечка идеальная. Да, прекрасно заменяет куриное во многих ситуациях даже лучше. Гусиное и утиное, да, они даже лучше. Ну, я прям, Дим, вижу, как ты испекаешь какие-то пироги. Я все-таки про то, если говорить о реализации. Не берут, не пользуются ведь спросом. Ну, сами яйца, да. Сами яйца, да, они не такие, как куриные. Но люди не привыкли такое кушать. Вот. Это их можно продавать, когда какие-то пасхальные, вот эти, самые, когда пекут больше. Вот в этот момент. Дороже они, чем куриные? Они, в принципе, не дороже, нет. Вот гусиные, конечно, да, дороже. А сколько одна утка дает яйца? Ну, они, в принципе, порядка 60 штук сезон. 60 штук? Сезон это, получается, 3 месяца, да? Ну, это да. Потому что, когда жара, они не несутся. А вот по поводу, да, продолжим, да, пронесение. А как-то для них надо делать гнездо или они где-то... Птенцами себя неплохо шипывают. Там, если вы где-то отметите, может быть, даже им это не понравится. Они для себя находят угол. Вот. И вот почему я и говорил, что мои утки тут по всему лесу сбрелись, и сами потом приходят с птенцами. До такой степени неприхотливая птица. Ну, вот, кстати, да, продолжение птенцов. Все-таки инкубатор или она сама выводит? Что выгоднее и правильнее? Выгоднее, конечно, через инкубатор. Потому что в инкубатор мы больше можем заложить, и там вероятность, что птенцы у нас будут, возрастает сразу в разы. А что касается, что они там нанесли там 20-15 яичек, и они съели. Вот. Вероятность, что вылупятся все, вот, очень мало. Стало там, кто-то их зашугал, кто-то там, ну, собака там съела, еще что-то. Они же не гнездятся именно в загоне. Вот. Я предлагаю продолжить этот разговор сразу после того, как мы узнаем, насколько утятина, в принципе, полезна для нас с вами, и почему ее необходимо употреблять. И почему ее не едят девушки. Помимо великолепных вкусовых качеств, мясо утки имеет и много полезных свойств. Многие из них достигаются благодаря утиному жиру. При его употреблении в определенном количестве в пищу происходит очищение от организма от канцерогенных веществ и улучшается цвет лица. Наличие в утином жире ферментов позволяет регулировать обмен веществ. Витамин А, находящийся в утином мясе в больших количествах, улучшает состояние кожного покрова и зрительную функцию глаз. По мнению медиков, этот продукт просто необходим в рационе человека с физическим или нервным истощением. Восстановление организма происходит за счет оживления иммунной системы протеинами. Утины яйца по содержанию витаминов и микроэлементов, схожие с яйцами других птиц. Важным отличием является то, что они изобилуют жирами больше, чем белками, а также имеют своеобразный вкус, который не всем по нраву. Так что запомните, девушке, Оль, жирок в утятине, он полезен и обладает очень интересными свойствами. Ну, а вообще, да, в продолжении разговора, вот мы утку растим от трех до шести месяцев, да, получается. Какой в итоге выход тушки? Сколько она весит, сколько мы мяса? Минимально два с половиной килограмма. А селезни порядка три с половиной-четыре. Я вот просто еще смотрел, что если утку выращивать дольше, чем три месяца, у нее там начинается первая линька, начинают организовываться вот эти вот крупные перья, и тушка после ощипывания, она теряет товарный вид. Поэтому и рекомендуют три месяца выращивать. Есть малеха, оно и мясо немножко другое. Жестче. Да, жестче, и жирок там больше, чем надо появляется. Ну, и из-за этого заводчики все месяца и убирают. А вы скажите, есть какое-то средство общипывания утки? Ведь вот эти перья, которые просто въедаются ей в кожу, невозможно даже зубами иногда оттуда вытащить. Есть машинки, но они все равно не выщипывают до конца. Поэтому средство это, берем щипцы, вот, и повыдергиваем. Не, ну там еще кипяток на две минуты. Обязательно. Тушку в кипяток, руками щипцами общипал, и потом еще я полил. Да. На газовой горелке, чтобы было, иначе бензиновый запах будет. Да. Да. Я... Ты читал? Ты на меня так... Нет, я это видел. У нас так, у меня так бабушка в деревне делала. Я видел, я был очень маленьким, но вот я это запомнил. Ну, если 20 тушек, ведь сколько времени вдвоем мы не справимся, чтобы обделать и вывести на рынок? Сразу тушек 20 не должно быть, 2. По выщипывали, подготовили, а потом еще 2. Иначе, если долго будет лежать, выжить выщипывать у вас не получится. Оно застынет, и придется вместе с кожей сдирать. А, то есть мы не можем там в промышленных масштабах завести 50 уток на убой. Тоже горячее, воду в ванну насыпать, в которой они только что купались, только кипяточка. Да. То есть по 2-3 тушки не быстрее? Для дома, да, 2-3. Если у вас нет машинки под рукой, то 2-3 тушки. Килограмм почем, если в промышленных масштабах, да оптом? Вот, что касается мускусных, вот, то где-то от 300 и выше получается. Но многие продают тушками. Там цена, конечно, дороже гораздо. Ну вот мы с вами за кадром разговаривали перед программой. Вы еще сказали, ой, у меня так мало уток осталось, всего там штук 50. На Рождество всех распродал. То есть все-таки утка у нас в России товар сезонный. Утка и гость, да. Это товар сезонный, это не курица. Товар сезонный. Вот сейчас летом, ну кому вы продадите утку? Никому. Это, естественно, мы и подгоняем по какие-то праздники. Под осень еще можно. Да, осенью можно продать. Вот, начиная с осени, январские каникулы, вот, до февраля это утка уходит. Утка-гусь. То есть получается у нас к этому продукту в России такое отношение, как к праздничному блюду, как дичь. Да, да, да. И в основном едят зимой. Ой, все неправду. Говорят на самом деле, потому что я долго варить, поэтому я не покупаю так часто. А, это с точки зрения женщины. Да, мы много, мы же чаще готовим. Все, предлагаю перестать спорить и немножко посчитать расходы и доходы в нашем будущем бизнесе. Итак, получается, все равно, ну, какие-то минимальные деньги мы на корм на уток тратим? Самый, тот самый минимум. Вот, вы знаете, вот, зависит тоже, опять-таки, от времени. Какое время вы их завели. Вот, а в основном мы заводим в апрель, май. Там, вот, вы потратите, ну, месяц, пусть даже там она будет, ну, 150 рублей на утку вы потратите. Остальное время она живет в водоеме и ущипывает травой. И питается самостоятельно. А вообще болезненное животное? Абсолютно нет. Ее ничего не берет, как и гусь. Вот, это, опять-таки, не курица, вот. И даже в младенчестве тоже они болеют? Они не болеют. Они не болеют. Курица болеет, утки, индюки, к сожалению, также болеют. А гуси, утки, у них выживаемость довольно очень серьезная. Но если я правильно поняла, то лучше гнать утку все-таки на мясо, тушками продавать, чем на яйцо. Да. Ну, я знаю, что вы вообще уважаете, приветствуете. Это вот конечный результат. То есть довести утку до магазина в качестве пельменей. Нет, с него не сделаешь. О, невыгодно. С утки пельмени не сделаешь, с гуся тоже не сделаешь. В нем нет столько мяса. Их только продавать как штучный товар. Вот, как штучный и сам, или по весу. Но желательно поштучно. И для хозяина, для хозяй, у которого небольшое подворье, да, вот. Они всегда будут продавать их поштучно. Вот так невыгодно. Сколько получается за тушку утки? Тушка вот на сегодняшний день стоит 900 рублей. Если будет сам, да, вам интересно, вы просто можете так сейчас становиться на рынке. Вот такой, средний, он небольшой. 900 рублей. Там есть... Два килограмма, два-два с половиной. Где-то так, не больше, не больше. Большие стоят дороже. Вот. И варить их дольше. Ну, мне кажется, страусятина, ну, чуть-чуть подороже стоит, чем утка. Да. Чуть-чуть, буквально. Да, вот. Говядина тоже хорошая, стоит на сегодня порядка 400 рублей, там, вырезка. А страусятина, ну, пусть даже, ну, в половину. Если брать тушкой, то это 700 рублей. То есть, получается, мы за сколько берем месячного цыпленка, да, вот так вот? Утенка. Утенка, да, утенка. Ориентируйтесь, 50 рублей. 50 рублей утенок. 150 рублей за первый месяц, 200 рублей. Потом растет сама. И мы продаем ее где-то за 900 рублей за тушку. Да. Итого, 700 рублей, умножь на 10-7 тысяч чистой прибыли. Практически без затрат. Ну, это, знаешь, это в продолжении страусов только такая тема, потому что, либо тогда надо не десяток и не два. Да, да, страус это самая лучшая тема. Вот, к несчастью, пока люди об этом не знают. Ну, мы им как раз об этом уже рассказывали, я думаю, рассказывали, да, и я думаю, они уже для себя все решили. Итак, подводя такой короткий итог, Шагобудин Ибрагимович, мы вам благодарны, мы для себя посчитали, мы поняли, что вот утками заниматься прекрасно. Они сами с собой занимаются. Ну, это для тебя, Дима. Ну, опять-таки, а их пасти нужно, Оля, их хотела вот гули-гули-гули. По желанию, если не хочет дома готовить еду, то она может отмазаться перед мужем, что... Я пошла пасти уток. Да, я пошла пасти уток. Так, вот здесь мне уже нравится. Но это мы обсудим как-нибудь в другой обстановке. Итого мы получаем очень незатратный на первых парах бизнес, с хорошим выходом. Главное помнить, что утка у нас продается только осень и под Новый год, то есть товар сезонный. Ну, и начинаем мы в апреле, в мае, чтобы к Новому году накрыть столы кубанцев хорошей мясистой жирной уточкой. Мы вам благодарны, спасибо вам большое, а с вами, друзья, мы увидимся в следующей программе. Мясо жёсткое, яйца невкусные, ну, скажем так, своеобразные. Мы что с тобой, пух и перья будем на поплавки до подушки продавать, а? Дим, слушай, я на Кубани уже давно не видела перьевые поплавки в продаже. А вот то, что можно первую прибыль месяца через три получить, тебя это не вдохновляет? Ну, если они только к этому времени в младенчестве не помрут. Ну, знаешь, здесь наша уже задача, чтобы они жили комфортно и хорошо. Правда, недолго. Слушай, ну я прям, Оль, вижу, как ты пасешь уток. Гули-гули, будешь говорить? Дим, буду говорить всё, что угодно. Главное, чтобы выросли и вес, так сказать, набрали, потому что продавать-то их проще, чем страусов. А вот это да. Жукоед. Новое в борьбе с жуком на картошке. Три активных вещества. Мгновенный дед. Жукоед. Тройной удар по жуку. Гарантия качества фирмы «Август». Гарантия качества фирмы «Август».